И печально известен этот факт, когда израильские войска, они нанесли удар по позициям россиян в Сирии. Была эта история, когда по российским... Нет, нет, я хочу вас поправить. Никогда в истории мы не носили удар по российским позициям. Или это фейк? По утверждениям прессы мы наносили удары по сирийским объектам, которые могли представлять угрозу для Израиля. Это объекты, на которых разрабатывалось оружие массового уничтожения, химическое оружие или биологическое оружие. Ни в коем случае не было ни у кого цели наносить удар по каким-то российским объектам. Естественно, сегодня Россия присутствует в Сирии довольно заметно. Там находятся российские военнослужащие, мы это понимаем. И у нас с Россией в этом смысле очень тесные контакты. Вы знаете, что наш премьер-министр бывает довольно часто в Москве, встречается с российским президентом. Существует механизм координации действий в Сирии, потому что россияне и американцы и другие страны присутствуют сегодня в Сирии одновременно. Конечно, это вызывает серьезный потенциал для каких-то проблем. Израиль в Сирии не присутствует. Это не наш конфликт. Мы не поддерживаем ни одну из сторон в сирийском конфликте. Все, что нас интересует, это наша безопасность. Сирия граничит с Израилем. Это соседняя с нами страна. Если на нашей границе находится Эль-Кайда, нам это не может нравиться. Поэтому мы говорим абсолютно четко, что в тот момент, когда есть угроза нашей безопасности, мы будем действовать, потому что так мы привыкли жить, полагаться только на себя. Ни в коем случае мы не ведем борьбу ни с какой другой страной, и ни с Сирией в том числе. Исключительно все, что нас интересует, это отсутствие угроз для нашей безопасности.